МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Елизаветы Хмелёва. Сегодня Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Установлен в память о жертвах хиросимской трагедии 1945 года, когда американские войска сбросили на город атомную бомбу «Малыш». Количество погибших непосредственно от взрыва превысило 70 тысяч человек. По стечении пяти лет с учетом умерших от рака и от других воздействий взрыва их стало около 200 тысяч. Вечный символ Хиросимы – бумажные журавлики, изготовить которые так и не успела маленькая девочка, умирающая от лучевой болезни. Кстати, мало кто знает, но стихотворение про журавлей дагестанский поэт Расул Гамзатов посвятил памяти жертв Хиросимы, побывав в начале 60-х годов в Японии. Затем стихотворение в переводе поэта Наума Гребнева переложил на музыку Ян Фрэнкель. Неизбывную тоску, глубокое уважение к памяти павших, безграничную благодарность живых за отвоеванную свободу – все это вложил в песню ее первоисполнитель Марк Бернес. Сегодня под песню журавли вспоминают всех, кто погиб во Второй мировой войне в России или в Германии, Австрии, Франции, Японии. О других новостях. Снести около 90 аварийных домов, вместо них построить новое многоквартирное жилье, детский сад, школу. Это перспективный план развития микрорайона Богданка на ближайшие три года. Сегодня председатель кабинета министров Иван Моторин и глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков подписали с генеральным директором компании СУОР Владимиром Ермолаевым соглашение по застройке микрорайона. Мы совместно с кабинетом министров берем на себя серьезные обязательства, планируем их выполнить совместными усилиями. Но Владимир Федорович в течение этих лет 40 тысяч квадратных метров обязуется предоставить городу под социальные программы. Эти люди улучшения жилищных условий ждут давно. Похоже, час-экс наконец-то настал. По словам чиновников, в этом году в микрорайоне Богданка по программе сноса аварийного жилья собираются переселить жильцов в более 15 домов. Большая часть жителей, которые живут сегодня на Богданке, на Богданку же и переселятся в дома застройщиков, в дома, которые построили Владимир Федорович Малый. Но мы думаем, домов 15-20 в этом году расселим. В этом году застройщик планирует сдать 150 тысяч квадратных метров коммерческого жилья. Из них 5 тысяч – администрация города и правительство республики по приемлемым ценам. Запланировано и строительство поликлиники. Также надо довести до ума три транспортные развязки в микрорайоне. Достроить дорогу по проспекту Айги с пересечением и заездом на улицу Фучика, развязку Фучика-Богданка, которая входит в программу подготовки к 550-летию Чебоксар, и расширить дорогу от кольца коммунальной слободы с выходом в сторону трассы М7. Это все прописано в соглашении. Спасибо большое. Спасибо за участие. Богданка, вот, сын здесь. Это первый документ такого масштаба, отметили и Алексей Ладогов, и Иван Моторин. Соглашение подписано на 6 лет. Могут ли присоединиться к каким-то иным соглашениям другие застройщики? Да, могут. Работа ведется и по новому городу, работа ведется и по трактор-строительной застройке. Все будет, я думаю, в ближайшее время согласовано. Я надеюсь, что послужит примером наше соглашение плодотворное сотрудничество и для других застройщиков. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. День строителей в России, переходящий праздник в этом году, он выпал на 11 августа. Однако поздравления начали поступать уже сегодня. В Чувашском драмтеатре чествовали тех, без кого немыслимо существование цивилизации. Строительный комплекс Чуваши – один из самых эффективных секторов экономики. В прошлом году только по основному виду деятельности выполнено работ без малого на 30 миллиардов рублей. Почти годовой бюджет Республики. Увеличиваются объемы производства строительных материалов. В нынешнем году это особенно заметно после вступления в строй действующих завода «Траковская керамика». Наибольшее количество объектов сосредоточено в столице. Однако районы Республики тоже не могут пожаловаться на отсутствие стройплощадок. В прошлом году введено в эксплуатацию около 820 тысяч квадратных метров жилья. И хотя это чуть меньше плана, по вводу жилья на душу населения Чувашская Республика продолжает занимать лидерские позиции в Привозском федеральном округе. 0,66 квадратного метра на одного жителя. Вводим новые объекты, создаем тем самым новые современные рабочие места, строим и в социальной сфере, и многоквартирные жилые дома, и учреждения здравоохранения, образования, дошкольные образовательные учреждения. Недавно я встречался с вице-премьером Голодецовой Юрьевной. Практически на строительство дошкольных образовательных учреждений выделяется биллиарды рублей. Вот два с половиной года нам осталось для того, чтобы воспользоваться этой программой. Понятно, когда бюджет идет, через конкурсы, через законодательную базу тяжело по фактору времени ускорить эти процедуры, но есть государственное частное партнерство. В отличие от архитекторов, строителей история не помнит. Все знают постника Ибраму, или это один человек, но понятия не имеют, кто клал кирпичи храма Василия Блаженного. Звание лучшего специалиста присвоили грузинскому царю Давиду, а не работавший на него армии зодчих. Имена строителей египетских пирамид неизвестны, но профессиональный подвиг их бессмертен. Зато градостроителей уважают и чтут современники. Ваш труд всегда адресован в завтрашний день, потому что каждое поколение строит не только для себя, но и для своих потомок. Хочется отметить особую значимость доблестного труда строителей. Строительный комплекс Чуваши – один из важнейших в структуре экономики республики. Им создается около 10% балла регионального продукта. Сегодня в республике в строительной сфере зарегистрировано более 2,5 тысяч предприятий, где занято более 28 тысяч человек. Из них более 22 тысяч человек в строительной организации и более 6 тысяч человек в организации по производству строительных материалов. Признание заслуг – вещь, безусловно, приятная. Но даже если такого не случится, строитель – самая благодарная профессия. Ведь каждый из них воздвиг к себе не один, не два и даже не три памятника. Собственно, все города и села на земле – памятники их уму и умению. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. В центре Чебоксар, излюбленном месте отдыха горожан и туристов, установился зловонный запах. Особенно жалуются на неприятные амбре жители тех домов, что находятся ближе всех к акватории речного порта, а также сотрудники расположенных там компаний. Дышать полной грудью просто невозможно. Кто-то уже подумывает о том, чтобы приобрести защитную маску. Что стало причиной зловония – далее в репортаже. Неприятный запах взял в плен центральную часть города, в частности территорию, которая расположена в акватории речного порта. Наиболее выдержанные прогуливаются в излюбленном месте, прикрывая нос рукой, остальные просто сворачивают с запланированного маршрута. Вонь невыносимая. Фанализация пахнет чем еще? Ну что, еще гости приехали, ну просто стыдно. Честно говоря, стыдно. Вот туристы гуляют на самом вот этом видном месте. Тоже побыстрее хотим оттуда выйти куда-нибудь. Дышать невозможно. Жалобы на зловоний в центре города уже посыпались от горожан. Звонки поступили и в единую дежурно-диспетчерскую службу столицы. Место, откуда дурно веет, отсюда просматривается как на ладони. А источник дурного запаха формируется как раз в акватории речного порта. По самому цвету, то есть вот эта часть зеленая, эта зеленая часть как раз оседает весь планктон, вся растительность. То есть лунды приезда? Да, да, да. Как раз вот эта вот планктон, эта растительность, которая в Волге находится, она отмирает и перегнивает, и дает запах. Особенно усиливается он в жару. Ветер с севера подхватывает зловоний и несет в город. Защититься от его невозможно. Нужно просто очищать акваторию речного порта, полагают некоторые. Кто этим должен заниматься, оказывается, тоже вопрос. Это нужно вопрос решать и вопрос создавать, по большому счету, речному порту, поскольку мы не обслуживаем данную акваторию. Наши обязанности – это перевозить пассажиров и добывать нерудно-строительные материалы. Очищать Волгу – это не наши обязанности. И даже не наше право. Мы не имеем такое даже права. То есть все сегодняшние дебаты, которые идут вокруг поднятия уровня реки Волги, вот мы сегодня пожинаем плоды. Первый результат. Потому что Волга цветет, и она будет так цвести и пахнуть. К сожалению, не пахнет, а Шанель-У-5. Тяжелый запах, который источает сейчас река, не опасен для здоровья, успокаивают в Роспотребнадзоре. Но такое зловоние раздражает горожан. Следовательно, нужно решать проблему. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет дуть северный ветер. Это значит, неприятный запах будоражащих горожан и гостей столицы временно пропишется в центральной части города. Остается разве что запастись терпением или попросту избегать прогулок в дурно пахнущих местах. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Пока все службы и организации выясняют, в чьей юрисдикции зловоние, горожанам остается либо вдыхать неприятный запах, либо самим выйти на субботник по очистке акватории. День города не за горами, и праздник может получиться с душком. Новый закон об образовании в России вступает в силу менее чем через месяц. Документ, который заменит сразу два базовых закона об образовании и о высшем и послевузовском профобразовании, устанавливает дополнительные права и меры поддержки учеников, их родителей и педагогических работников. Новации коснутся каждого образовательного уровня – школьного, дошкольного, профессионального и дополнительного. О том, что ждет образование в свете нового закона, говорили на пресс-конференции в Министерстве образования Чувашия. Согласно закону об образовании, расчет размеров оплаты детского сада передается на региональный уровень. Стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду теперь устанавливает муниципалитет. По усмотрению учредителя ДОУ, эта плата может быть снижена. Отныне родители будут платить только за присмотр и уход за их детьми. В сумму не будут включаться расходы на реализацию образовательных программ, содержание зданий, коммунальные услуги, содержание и благоустройство прилегающих территорий. Новый закон гарантирует, что образование, в том числе и дополнительное, и профессиональное, будет доступно, и получать его можно будет бесплатно. Если раньше, чтобы поступить в техникум или колледж, абитуриенты сдавали экзамены, то теперь прием будет проходить на конкурсной основе по баллам ЕГЭ и личному портфолио поступающего. Что касается школьного образования, то закон предусматривает введение школьной формы уже с 1 сентября этого года. Уже школы и родители, точнее, с помощью школ уже определили формат, стиль этой школьной формы. Соответственно, уже закупается школьная форма. И поэтому я очень рассчитываю, что шаг за шагом школьная форма становится таким же обыденным, понятным, традиционным явлением, как обычный учебный процесс или то, что на спортивное занятие мы привыкли ходить в спортивной форме, а в учебное занятие кто к чему ходил, а привыкнем ходить в школьной форме. Малокомплектные сельские школы закрыть без предварительного обсуждения с местными жителями теперь не смогут. Ликвидировать учебное заведение будет возможно только после положительного заключения специальной комиссии. Независимо от количества учащихся, такие школы будут финансироваться. Что касается учебников, то с этого года все ученики с 1 по 11 класса будут получать их бесплатно. На эти цели из бюджета республики выделено более 200 миллионов рублей. Большая часть учебников уже в школах. Я вот объезжал недавно несколько школ, смотрелись, корреспонденты, кстати, присутствовали, тоже видели в школьных библиотеках, эти учебники уже есть. Вполне возможно, здесь тема возникает не все, не весь перечень. Вполне возможно, вот меняется на ходу учителей тоже желание, меняется желание родителей. Вполне возможно, какие-то огрехи будут, но эти огрехи тоже мы будем снимать. Где-то, может быть, недостаточное количество, хотя рассчитали все, что должно быть. Где-то, может быть, не тот автор-друг поменяется. Но в любом случае, эта тема, стопроцентное обеспечение бесплатными учебниками наших школьников, эта тема в этом году закроется. Родителям останется приобрести только учебные пособия, рабочие тетради, задачники. Каждому учебнику свое пособие. По заверениям министра образования, решать вопрос с бесплатными пособиями для учащихся начнут в следующем году. В законе также прописана норма об обучении на русском языке, который в России является государственным. При этом не исключая возможности получения образования на языках национальных республик. Например, дошкольное, начальное и основное образование в нашей республике можно получать кроме русского на чувашском, мордовском или татарском языках. Согласно новому закону, заработная плата педагогов не может быть меньше средней по экономике региона. Владимир Иванов отметил, что в Чувашии средняя зарплата учителей с учетом стажа и нагрузки составляет 15-25 тысяч рублей. Говорить о том, сколько учитель получает, надо всегда смотреть в разрезе его нагрузки, в разрезе его достижений, в разрезе его квалификации в том числе. И в целом сегодня задачу по плановому повышению, сохранению средней зарплаты наших учителей Чувашской республики на уровне средней по республике мы выдерживаем. Вот это самое главное. Конечно, это требует колоссальных дополнительных ресурсов из бюджета Чувашской республики, но указы выполняются и мы гарантированно будем это до конца проводить. Кроме этого, учителя, работающие и проживающие в сельской местности, имеют право на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Чебоксарские подростки стремятся приобщиться к взрослой жизни. В летние каникулы старшеклассники предпочитают не только отдыхать, но и зарабатывать собственные деньги. Чем занимается работающая молодежь летом, выясняла Екатерина Харитонова и Андрей Шоклев. Сейчас практически каждому старшекласснику необходимы деньги на карманные расходы, поэтому в летний период подростки устраиваются на работу. По словам замдиректора Центра занятости населения, наибольшее количество школьников обращается за помощью трудоустройства в июне. Так и в этом году за первый месяц лета удалось устроить свыше тысячи учеников в школу. Особенно мальчики, конечно, они идут в строительство, на подсобные работают. Предприятие платит там больше заработной платы, чем, допустим, там, где дети работают просто на уборке. Там больше 6-7 тысяч платят им даже. Плюс еще с нашей стороны выплачивается материальная поддержка – 1275 рублей. Ну, девочки у нас, ну, прежде всего, конечно, для них работа, это вот, связанная работа, связанная с уборкой, значит, с благоустройством, в основном там, конечно, вот, ну и какие-то виды курьерских работ. Сейчас в Чебоксарах такая ситуация, когда не хватает рабочих рук, говорит Владимир Васильевич. Поэтому работодатели охотно принимают неопытных подростков к себе на предприятие. В свою очередь школьники не упускают возможности подзаработать. Я учусь в школе номер 41. Я пришла на работу, чтобы устроиться укладчиком-упаковщиком в фабрику Аконт, ну, чтобы заработать деньги карманные свои. Работаю рядом на ЧЗСМ, Чебоксарский завод строительных материалов. Работаю, чтобы деньги для себя были. Чебоксарские школы тоже помогают своим ученикам. Основной вид работы, который предлагает общеобразовательное учреждение – это благоустройство территорий, посадка цветов, уход за клумбами, уборка мусора. Все это выполняют подростки, устроившиеся на работу в школу. Учащиеся, которые работают в трудовой бригаде, они получают в течение дня примерно 100 рублей, но они работают всего час. Конечно, детям не помешает дополнительный заработок. На сегодняшний день, даже если мы посмотрим, как мы собираемся в школе, это и приобретение школьной формы, это тетради, различные дополнительные рабочие тетради. Конечно, ребятам, чем находиться без дела, лучше работать. По статистике Центра занятости населения, за июнь-июль этого года были трудоустроены 1339 школьников. По сравнению с прошлым годом, число подростков, желающих подработать летом, увеличилось. Екатерина Харитонова, Андрей Шоклиев, Республика. Они не слышат поддержки трибун и зрительских аплодисментов, но это не мешает им ставить спортивные рекорды и завоевывать медали. Накануне представители Чувашии вернулись с Сурд Олимпиады. На перроне спортсменов встретила и наша съемочная группа. Этот поезд привез чебоксары не просто участников, а чемпионов 22-летних Сурдоолимпийских игр. Крупнейшие в мире соревнования среди спортсменов с поражением слуха прошли в столице Болгарии. Кстати, вполне успешны для российской сборной. Немало поспособствовали этому успеху и чувашские спортсмены. Так на счету Андрея Андреева бронза в беге на 1500 метров и серебро на дистанции в 800 метров. Обскакал конкурентов еще один наш легкоатлет Иван Пакин. В прыжках в длину он стал вторым. Выполнили план, установили личный рекорд, взяли медаль, показали себе Олимпиаду, показали соперникам. Они теперь будут бояться на следующей Олимпиаде. Вера родителей, вот эта вот любовь, поддержка, а все вот это помогло мне выступить. И поддержка тренера, естественно. Она переживала больше всех. Кроме того, общую российскую копилку медали чувашские спортсмены пополнили бронзы в смешанном парном турнире по бадминтону. Два человека, которые сегодня приехали, еще у нас две девчонки участвовали. Хочу сказать, что наш регион всегда довольно успешно представляется, защищает честь сборной страны. И надеемся, что в следующей Сурд-Олимпиаде наше представительство в составе сборной России будет и по количеству, и по качеству еще более лучшим. И, конечно, диапазон видов спорта мы уверены, что будем расширять. Впереди у ребят отдых, новые тренировки и курс на золото. Ольга Пырочкина, Алексей Иванов, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин